МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наша команда, она уже изначально с военкомата, когда нас призывали, она уже так и шла. Потом я, конечно, узнал, что это команда А, какие-то там цифры, это сейчас и у меня в военном билете, в общем-то, прописано. Эта команда именно шла за границу, Афганистан. Наш призыв 1985 года, весенний призыв, он был практически последний призыв, когда готовили трехмещенников. То есть в Афганистане до этого готовили трехмещенников, солдат отправляли в Афганистан. Очень были большие потери, потому что за три месяца подготовить человека к войне, ну, достаточно было тяжело. То есть это только психологическая, в общем-то, происходила адаптация, а плюс еще определенные навыки, введение, боя, в общем-то. И тогда вот на нашем призыве как раз произошел такой вот переломный момент. Половина учебного состава, этого учебного полка, была отправлена в Афганистан как трехмещенники. Это последняя, в общем-то, последняя отправка трехмещенникова. Ну, мне вот повезло, меня оставили на шесть месяцев учебки. То есть здесь еще три месяца дополнительной подготовки. Я вот попал в населенный пункт Бараки-Барак, так назывался, в общем-то. Ну, это вот их название афганское, провинция Лагар. Отдельный батальон специального назначения. Бригада у нас стояла в Джалабаде, и первый батальон там в Джалабаде был. Ну, это населенный пункт немножко другой. То есть в Афганистане существовало две бригады специального назначения. И они были разбросаны своими батальонами по разным провинциям. Ну, практически это на границе с Пакистаном. Нас выбрасывали далеко, там, как сказать, в тыл, не в тыл, в общем-то. Ну, фронта там не было. Как таковой границы фронта не было. Поэтому нас, когда вертушками, когда на броне вывозили на определенное расстояние, дальше мы выдвигались уже пешим ходом, занимали определенные боевые позиции. Иногда, в общем-то, приходилось менять эти боевые позиции в зависимости от поставленной задачи. Ну, и уничтожали проникновение со стороны Пакистана, значит, на территорию Афганистана, значит, караваны, банды. Караваны с оружием, с боевиками, в общем-то, банды. Поэтому препятствовали им выполнять их определенные задачи. Не забыть нам Афган, Чирикар, Файзабад и Хост. Не забыть Кандагар, Ох, да смертушки, да по ГОСТу. Не забыть, но и не вернуть этих лет опаленных зноем. Остается лишь помянуть третьим тостом, падивших стой. Вспоминаешь по-доброму эту службу, хотя она, конечно, и тяжелая была, и тяжелая очень была, и риск очень высокий был. То есть это все-таки война была, в общем-то, и война в полном понимании, и война, в общем-то, специфичная. То есть она была партизанской такая война. Сегодня, ну вот днем, те же боевики, они входят, они же ходили в гражданской одежде, да? То есть на лице не написано, что он боевик. Днем он ходит как житель того же кишлака. Ночью, в общем-то, берет автомат, берет винтовку и идет, в общем-то, убивать, идет, в общем-то, проводить какие-то террористические акции, в общем-то, взрывы, минировать, в общем-то, дороги, там, я не знаю, объекты, в общем-то, уничтожать, там, мирное население, уничтожать, в общем-то, советских солдат. Кто ли это молодой зовет? И тот друг, что не дошел до дома и стрекочет по ночам пулемет, прописался он в подкорке надолго. Афганская война, у нее свои особенности. Поэтому, тем не менее, вспоминаешь это с добрыми словами. Почему? Это наша молодость, это наши воспоминания. Пройдя войну, мы стали другими, мы больше стали ценить жизнь, придя оттуда. Чувство боевого товарищества, чувство, в общем-то, объединяющее нас, всех афганцев, что мы выполняли там задания Родины и, в общем-то, выполнили с честью, честно, с достоинством. И ребята там 18-19 летние, да и офицеры, они намного старше нас были. 24-25-26 лет офицеру было, в общем-то, ну, в среднем, в среднем, вот, возраст такой. Уж если там командиры подразделения, 30 лет было, я тоже считался как старик. Поэтому, и вот, молодые ребята, в общем-то, получали награды, боевые награды, и ордена, и медали, в общем-то. Поэтому, ну, и что еще можно сказать? Происходило какое-то осмысление потом на гражданке, что ты пришел живым, действительно здоровым. Значит, в общем-то, судьба подарила тебе шанс, и шанс нужно использовать в жизни. Редактор субтитров А.Семкин